Сегодня Государственная Дума будет рассматривать сразу 4 законопроекта на одну и ту же тему. Эта тема давно созрела и перезрела, и законы лежат уже несколько лет. Это вопрос о прогрессивном подоходном налоге. Все мы хорошо знаем, в каком положении находится наша страна, что не хватает денег в бюджете. Вот сейчас внесли закон о бюджете на 2018 год и до 2020 года. Прослеживается одна и та же тенденция. Денег нет, надо затягивать пояса, надо строго экономить. Ну вот все оппозиционные фракции представили законопроекты, где взять деньги и есть ли они в нашей стране. Предварительное рассмотрение в бюджетном комитете вопроса о прогрессивном подоходном налоге говорит о том, что, скорее всего, законы эти приняты не будут, потому что противников, особенно со стороны фракции Единой России, достаточно много. Между тем, этот вопрос родился не сегодня и не вчера. С 18 века в Англии началось прогрессивное налогообложение. Потом это перешло уже в 19 веке в Германию и уже после войны 1812 года Россия стала использовать законопрогрессивным подоходным налогом. Последний прогрессивный налог был уже введен при Николае II, но, вы знаете, была февральская-октябрьская революция, этот закон до конца не дошел. В советское время не было никаких прогрессивных налогов, потому что был народ весь одинаковый и ни у кого никаких сверхдоходов не было. А вот в начале, вернее, в середине 90-х годов был введен прогрессивный налог. Он просуществовал где-то до 2002 года и после того, как буржуазия окончательно утвердилась во власти, она отменила этот закон, прибавила 1% всем и ликвидировала свой прогрессивный налог. В результате плоская шкала 13% существует до сегодняшнего времени, но она, к сожалению, не обеспечивает наполняемости бюджета, и бюджет, как правило, у нас каждый год идет с дефицитом, денег не достает ни в регионах, ни в федеральном бюджете. Но вот мы и внесли закон о прогрессивном налоге. У нас президент два раза уже обратился к народу и сказал, что надо затягивать пояса. Да, наверное, надо. Но кому затягивают пояса в последние три года, четыре года, с 2014 года, как начался реальный кризис? Затягивают пояса прежде всего пенсионерам. В прошлом году они проиндексировали пенсии, ограбили наших пенсионеров на 7,5 тысяч рублей, и все нормально. Сейчас индексируется пенсия не на уровень реальной инфляции, а гораздо ниже. Работающим пенсионерам перестали индексировать пенсию. Госслужащим перестали индексировать пенсию. Почему? Нападают на самых бедных. Вы посмотрите, у нас только в этом году, вот за 8 месяцев, уровень жизни населения упал на 1,2%. В прошлом году на 6%, а всего за последние три года на 16% снизился уровень жизни. Он снизился, а мы еще усугубляем, еще меньше делаем, чем это было прежде. Сейчас в регионах, вот особенно в прошлом году, приняли социальные кодексы, и у пенсионеров отобрали последние льготы. У кого остались, теперь заставляют, вот я из Астраханской области, заставляют пенсионеров собирать справки о том, что они не имеют задолженности по платежам, по коммунальным, по кредитам, каким угодно. И вот стариков заставляют сидеть в очередях, брать эти справки для того, чтобы доказать, что он никому не должен, только тогда ему будут начисляться определенные льготы, которые ему положены. Обидели инвалидов, им взяли чисто административно, снизили категорию инвалидности. Для чего? А для того, чтобы не платить. Теперь инвалид третьей категории уже не инвалид, он здоровый, значит не нуждается в никаких дотациях от государства. Это же вот беспардонность такая, когда последние гроши вытягивать у инвалидов, у пенсионеров и в это время не трогать никаких богатых. А как же живут наши богатые? Они затянули пояса или нет? А давайте посмотрим. Возьмите журнал Forbes. У нас 200 миллиардеров долларовых за последний год повысили свои доходы на 100 миллиардов долларов. Общее состояние наших миллиардеров уже равняется золотовалютным резервам. 460 миллиардов долларов. Может быть хватит? Сколько имеет накопление страна, столько имеют 200 человек олигархов. Разве это правильно? Разве не надо у них ополовинить вот эти доходы в пользу государства? Мы не говорим, что отдать их бедным. Но не надо тогда хотя бы у бедных отнимать то, что есть. А вы посмотрите, сколько прогремели сообщений. Вот наш начальник почты выписал себе 200 миллионов рублей. А сколько пишут про ректоров университетов, которые устанавливают себе оклады по 10 миллионов рублей в месяц, в то время, когда профессора получают всего 24-30 тысяч рублей. Как же это можно? Ну вот мы и предлагаем. Давайте вот эту вот алчность умерим немного. Вот мы, коммунисты, предлагаем. Берем самую высокую планку. Те, кто получает свыше 400 тысяч рублей, будут облагаться прогрессивным налогом. До 400 тысяч также остается 13%. Все, что от 400 до миллиона в месяц, я имею в виду, это будет облагаться 30-ти процентным налогом. А все, что выше миллиона, будет облагаться 50-ти процентным налогом. Это немного. Это нормально. Во Франции 60-ти процентный налог. В самой удачной стране Швеции 26-ти процентов налог. В 28-ти в Соединенных Штатах. В 24-х странах мира имеется прогрессивный налог, и он работает, и страна получает дополнительные доходы. Вот если мы примем наш закон, то страна получит 4 триллиона 750 миллиардов рублей. Это как раз заткнет все дыры бюджета. У нас сегодня не хватает 2,5 триллиона рублей в региональных бюджетах, и полтора триллиона не хватает в федеральном бюджете. Вот вам деньги. Но нам говорят, нет, не будем принимать этот закон. Вы знаете, у нас из-за такого налогообложения уйдет бизнес в страны, где налоговое законодательство более либеральное. А почему тогда в Америке никто не убежал? Почему из Франции никто? Один депардье уехал к нам, получил 3 квартиры и опять уехал, обозвав нас свиньями. Почему там ничего не разбегается? То есть аргументации это, в общем-то, никакой нет. Аргументации и быть не должно, потому что во всех странах мира прогрессивный подоходный налог есть. Будет наша страна привлекательная, но тогда, когда в ней не будет обмана. Нам говорят, что инвестиции будут убегать, а они и так не приходят. Нет у нас никаких инвестиций. К нам приходит только спекулятивный капитал, который покупает нашу недвижимость, перепродает и деньги увозит за границу. У нас нет никакой инвестиционной политики, хотя мы на нее тратим огромные деньги. Нам говорят, что олигархи начнут повышать себе зарплату. Они же захотят получать ту, которую были, и значит фонд зарплаты будет расти. А я наоборот думаю, что они будут понижать фонд зарплаты. Зачем же им платить огромные деньги, бюджет 50%? Они, скорее всего, будут уходить в тень. А вот тень, тогда надо привлекать уже фискальные органы, налоговые инспекции, прокуратура. В других странах все это работает. Почему у нас это не должно работать? Просто не хотят. А раз не хотят, надо тогда принуждать. Поэтому я так думаю, что сегодняшнее рассмотрение будет довольно горячим, потому что оппозиционные партии настроены все-таки принять этот закон. И есть необходимость принять, и желание есть. Вот только надо убедить будет наше парламентское большинство в том, что этот закон в каком-то виде надо принять. Потому что закон концептуально, он просто предполагает увеличение прогрессивного налога. А на сколько? На 20, на 30, на 40%. Давайте решим, давайте договоримся. Как договоримся, так и будет. Но такой закон должен быть. Продолжение следует...